И сегодня же президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев ознакомился с презентацией о строительстве на местах массивов Янги Узбекистан. Как не раз отмечал президент, одной из важнейших задач нового этапа развития страны является решение жилищного вопроса, создание для населения комфортной жизненной среды. За последние пять лет на основе принятых программ, в том числе по строительству доступного жилья, было сдано более 140 тысяч новых квартир и индивидуальных домов. Это в 10 раз больше, чем построено за предыдущий пятилетний период. И масштабы этой работы будут расширены. В регионах возведут массивы Новый Узбекистан со всеми удобствами и социальной инфраструктурой для проживания более 1 миллиона человек. На видеоселекторном совещании, прошедшем 2 ноября, были рассмотрены вопросы строительства массивов Новый Узбекистан. По указанию президента, для строительства массивов были выбраны места с необходимой инфраструктурой, близкие к городам и районным центрам. На презентации представлена информация об этих земельных участках, планируемых к строительству домах, объектах социальной сферы и предпринимательства. Глава государства указал на целесообразность строительства в массивах не менее тысячи квартир. Для снижения нагрузки строительных организаций с аукциона будут продаваться только участки под многоэтажным домом. Прилегающие территории будут переданы домовладельцам в общее пользование после завершения строительства. Земельные участки для предпринимательства будут выделяться через онлайн-аукцион. Президент отметил необходимость выделения для жителей новых массивов 15 гектаров сельскохозяйственных земель. В следующем году необходимо построить в 20 массивах 19 школ, 20 детских садов и 15 медицинских учреждений. Отмечалось на презентации. Также следует создать не менее 50 тысяч рабочих мест за счет организации рядом с массивами малых промышленных зон и предприятий. Глава государства подчеркнул, что при возведении данных массивов важно детально проработать вопросы энергоэффективности сооружений, широкого применения строительных материалов и технологий, которые позволят значительно сокращать энергозатраты, повышать эксплуатационные характеристики. Руководителям регионов, принявшим участие в презентации посредством видеоконференц-связи, президентам были даны соответствующие поручения по своевременной и качественной реализации обозначенных проектов.